Да, все. Это обращение к... Кто вливаться? Тих пидорасів, чтобы два роки назад бабло взяли? Кто взял? Кто? Козацька областная рата! Как? Валер! Кто? Заставни нафиг! Є, горь, стопы! Валер, это дворец по подорогу! Валер, это дворец по подорогу! Он до варты никакого отношения нет! Мы областной козацкой варты! Начальник, шановцы! Давай, давай, чуть легче! Можете камеры всі включить? Да, давай? Валер, мы все в порядке! Я хочу зараз через 5 минут... Тебе не говори, а не мотивируйте! Ура, а ну тихо! Усім другую річ! Уважайте, коллеги! Я прошу всіх поважати один одного! Тому мы, как псы, галки один одного! Мы нормальные люди, думаем, как защитить нашу краю, нашу Буковину! Чего, взагалі, мы в этой организации створили? Для того, чтобы не дать тим зловживати державним службовцям, которые хотят жить шикарно, красить миллионы! А мы должны что? Збирать нашим участникам АТО все необходимое, как волонтеры, и отправлять туда, потому что там наше главное вопрос! Я хочу вам сказать, что у нас есть правоохранная система, которая пришивает весь общественный мир! Что мы делаем? Мы должны выполнять их куски работы! За что они берут зарплату? У меня есть тысячи этих документов, я не буду все показывать! Сколько лет я уже служу этими судами! Сотни заяв в Пром. Есть уже суды, где мы повигравали по этой контрабанде. Вот сейчас, мы ждем, может быть апелляция, мы будем видеть. Черговая сейчас будет справа в суде, касация в Верховном суде сейчас будет по выявленных фактах. Я не буду говорить, чтобы до меня все приятнулись. Я хочу, чтобы мы все объединялись и в одном направлении грибли. Понимаете? Но мы сегодня должны дать оценку правоохранным органам. Для чего мы эту банду получаем? За наши подарки? Для чего? А теперь, что касается, минулого года, в червень месяц, вот эти ребята, которые были в областном управлении, за руководством начальника ОМВС, национальной полиции Пелегрима, мы создали мобильные группы, начали патрулювать. Не один результат. Микола туда. Не один результат. Но смотрите, в первую ночь, в другую ночь, в Испасе, где станция по русски лису, вы не романи, знаете, где контрабанды, там грузятся, грузятся постоянно. Я из главы сельской рады говорю, они говорят, что фискасы целую ночь гоняют. Но наша мобильная группа, которая туда выехала, с представителями управления по борьбе с экономичной заключенностью, с УБЭЗом был представитель, и наш авторист, гаишник, повез туда 4 черные джипы, напевно из всех предприятий, которые пытаются за черные джипы, мне скоро такого не выглядит. Но они пришли на них и сказали, так, шановные, вас тут больше никто не видел, может, шановные не сказали, почему не было реакции с боку правоохранительных органов, этого Пелегрима? Не было. Там было бы 10 групп швидкого реагирования. Мы с пацанами выезжали из Пасаты, потому что мы не родили их бедни. Я слову поставил 3 машины. Давайте по 5 дней встретимся. Все, все. Все начинается хорошо с тендеров. Я живу уже в Берегамеке, и мне люди рассказывают, частному лицу дают 300 кубов, а другому чего-то дают 4 тысячи, 5 тысяч на вырубку. Это как объяснить. У нас вырубка через акцион. Нет, есть тендера, не акционы, а тендера. А что, я пришел самобольное начинать? Вы только что сказали акцион. Не цепляйтесь к словам. По поводу цеплянья слов можно запитать? Почему так? Я так и наотримала відповідь стосовно Жизояну. И второе вопрос. Цеплянья до слев. Мы с паном Миколой ранее уже тоже диспутировали стосовно цеплянья до слев. Мы журналисты. Мы выяснили, что вы, ваши достигнания, ваши здобутки. Но, пожалуйста, прохание, вы обережно статус дослев и правильно говорите. Потому что, когда вы сейчас говорите, что мы против, выступаем за вырубку лесу, это неправильно. Это сразу вы на себя же выключаете в огонь тех же территориальных громад. Так же лісгоспех, предприемцы, которые обеспечивают бюджеты, рабочие места. И неважно заборонить вырубку лесу. Незаконно. Так, так, скажите. Я еще раз хочу попросить. Мы не можем... По-перше. По-друге. Я очень прошу, очень прошу. Дайте, пожалуйста, кого-то специалиста. У вас должен быть специалист. Був такий мороз, лазер, який був все ж таки спеціалістом, что за ним тягнувся, який шлейф, я имею в виду, он понимал, на лесовом господарстве. Он знал, что никогда не можно сказать заборонить массовую рубку лесу. Пожалуйста, сейчас лежит законопроект от оппозиционного блоков стосовно заборони рубок. Паново, да вы первые должны стать, и мы, журналісти, стосовно того, что мы не можем дозволить на Буковине заборонить рубку. Завтра ляжут все бюджеты, завтра закрываются предприемства, знищатся рабочие места, которые потом... Это тысяча людей. Нет, никто не говорит. Нет, ждите. А чему ж никто не говорит? Париж Старе! Ещё хвилиночку, кошка хвилиночка. Подождите, минуточку. Чому, коли приезжает Семирак, той же самый Ивана Франківськ, и забороняет сейчас санитарную вирубку лесов, как можно заборонить санитарную сплошную вирубку, когда у нас даже в ПЗФ пять гектаров идет сплошного сушняка, который нужно только с сплошным санитарным рубком? Да, если ростит дерево, живет, живет, дерево, вы говорите, специалисты, посередине семечка упала. За счёт того, что эти два дерева сбоку дают тень, оно ростит, оно не хворит на солнце, и оно тогда выростаёт. А если живет дерево с площадью, то понятно, что оно не насеется, и оно не выросло. Теперь подождите, подождите, печёте, санитарную руку. Криминальная справа уже закрыта, санитарная рука сплошная, мы только сказали, санитарная рука 221 дерево, все мянец сухие, пожалуйста, не вернути всем мянец сухие, а нужно убрать 221 дерево, где есть дубы, клени, я бы хотел звонить санитарного 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 И повторите слова, шаново мои пани журналістики, хлопцы, действительно, нужно аккуратнее разговаривать, потому что тут опозиционный блок, правильный законопроект и так далее. Хлопцы, разговаривайте аккуратнее и думайте. Просто аккуратно, я не до тебя, правда. Пишу! 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 Давай, пишу! Юлисовий галузь экологичного станка. Обещайте. Что будет жаженян? А вы мне так не сказали. Что будет жаженян? А я хочу.